Девушки отдыхают Ты умер больше 10 лет назад Да ну, как же ты тогда объяснишь Это потрясающее фото Элвис стоит в очереди на аттракцион Пираты Карибского моря Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что он делает? Гимнастику для лица Это упражнение от двойного подбородка А вот это от торчащих ушей А это? А это значит, что с заднего двора подходит Ракель Дерби МакГроу Рому Добрый день, Вилли Здравствуй, Ракель Заходи Кейт, я принесла твой журнал Спасибо, Ракель Тебе понравился рецепт любимого жаркого Сильвестра Сталлоне? Я в нем разочаровалась Два часа отбивала мясо А Тревор все равно жаловался, что оно жесткое Сначала Рэмбо 3 Теперь это жаркое Теперь я точно знаю Сталлоне не худышный повар Кстати, вы уже познакомились с нашим новым соседом? Он снял дом Фенеманов Кто-то снял старый дом Фенеманов? Проснись и протри глаза, Вилли Этот тип там уже целых шесть дней Что это за тип, Ракель? Его зовут Арон Кинг Так, ему чуть за 50 Говорит с южным акцентом Поет в душе Больше ничего о нем не знаю У каждого из нас есть маленькие тайны Правда? Какие? Я тоже пою в душ А, как вы думаете, почему Фенеманы уехали? Ладно, мне пора Мы его нашли Мы нашли Элвиса Наконец-то Мне уже надоело его искать Я серьезно, Вилли Король живет через дом от нас Будет тебе Смотри сам Ракель сказала, что ему чуть за 50 Что у него южный акцент И что он любит петь Кто это, как не Элвис? Уилли Нельсон Джерри Лил Юис Геккельбери Хаунд Нет, нет и нет Такие парни не селятся по соседству с Акмонниками Я сдаюсь Стоп, стоп, стоп Тебе нужна логика? Пожалуйста Нового соседа зовут Аарон Кинг У Элвиса было второе имя Аарон И он король рок-н-ролла Ты меня не убедил Ладно, а вот это Хэнк Аарон король городской бейсбольной команды А Элвис любил бейсбол Альф Ты хватаешься за соломинку Ладно, слушай еще Аарон Берр хотел стать королем Америки А он был южанин Совсем как Элвис Ну Хоть часы его отвоевал Пап, что случилось? Раскользнулся на банановой кожуре Не понимаю, почему это считается смешным Давай помогу Извини Три буханки хлеба Могло быть и шесть Как на пожарной сигнализации оказалось арахисовое масло? Я сейчас вымою Пора побеседовать с этим ураганом с Киппи Альф, в кухне все заляпано арахисовым маслом Отпечатки четырехпалые Что скажешь? Меня не отложилось в памяти это событие Вилли, я тут думал об этом Аароне Кинге Знаешь, ты прав Нельзя повсюду трубить, что он Элвис, если нет доказательств Поэтому я раздобыл одно Вот, послушай Кто это звонит посреди ночи? Кто говорит? Не похоже на Элвиса Пресли Погоди, сейчас я прокручу назад Ну как? Что как? А то, что задом наперед Элвис звучал точно так же В последние годы И когда же ты позвонил мистеру Кингу, чтобы добыть это поразительное доказательство? Три часа ночи Ты его разбудил? Доказательство номер два Содержимое помойного ведра Аарона Кинга Синие замшевые туфли Элвиса Это же красные плетеные сандалии А он изменил цвет и материал, чтобы фанаты не раскопали их в мусоре Вроде тебя Точно Доказательство номер три Стихи Элвиса В них есть скрытый смысл Моя крошка ушла от меня И я нашел себе новый дом Только дом был на улице одиночества, а не по соседству с Ахмонаками Ладно Ну вот это тебя точно убедит Если переставить буквы в имени Элвис Аарон Пресли То получится Пресли жив Нора Остается найти эту цепочку Нору Ты меня убедил, Альф Мы живем через дом от Элвиса Пресли Ракель на самом деле Дженнис Джоплин А Тревор Бадди Холли Красота какая Подожди, Вилли Скоро он сюда заявится Тогда выясним все наверняка Он скоро сюда заявится А разве я не сказал, что пообещал мистеру Кингу в подарок корзину фруктов? Нет А значит, я забыл упомянуть, что он явится за ней с минуты на минуту? Да Я такой забывчивый Надо было завязать узелок на память Эй, я же завязал Господи, совсем с головы вылетело И что же мне прикажешь делать, когда мистер Кинг потребует свою корзину? Нет проблем Я же заказал ее по телефону Пап, к нам гость Зови его Слушай, Вилли, когда он войдет, посмотри, будет ли он вести себя как Элвис Как я это проверю? Посмотри, потекут ли у него слюнки вот от этого Что это? Жареные бутерброды с арахисовым маслом и бананами Элвис их по 20 штук в день съедал Странно, если он еще жив Пап Пап, это мистер Кинг Доброе утро Доброе утро, я Вилли Таннер Мистер Кинг говорит, что мы ему приготовили корзину фруктов Да, мы всегда дарим фрукты новым соседям И всегда звоните им в три ночи Рады с вами познакомиться И добро пожаловать Большое спасибо От этого яблока кто-то откусил Плодовые мушки год от года все крупнее Давайте мы закажем вам новую корзину Нет, что вы, все в порядке А это случайно не бутерброды с арахисовым маслом и бананами? Да, 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 это они Угощайтесь, пожалуйста Ну, если вы сами не хотите Честное слово, не хочу Спасибо, огромное спасибо У меня тоже были такие сандалии Но я их выбросил Пока Пока, рад познакомиться До свидания Элвис вышел на улицу Это не Элвис Пресли Ты шутишь? Он вцепился в этот бутерброд Как голодный в кусок хлеба Альф, по-моему, он вовсе не похож на Элвиса Элвис отличный актер Он мог бы сыграть кого угодно От пающего подводника До пающего колодника Даже если наш сосед и правда Элвис Пресли Уверяю тебя Он ни за что не признается Спорим, я развяжу ему язык Оставь его в покое Оставь его в покое Как это, оставь его в покое? Я не успокоюсь, пока не докажу Что он на Элвис Пресли Но сначала посплю, пожалуй Элвис Пресли Либо он Элвис Либо Пресли Устроила грандиозную распродажу Либо он элвис 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 Собаки не разговаривают Мертвые певцы тоже Кто? Ты Элвис Пресли Я так и знал, я так и знал Я не Элвис Пресли Ну да, а я не пришелец Погоди-ка, я тебя помню Ты говорящий обезьяна, я тебя видел в Вегасе В Вегасе? Ты был в Вегасе? Значит, я прав В чём ты прав? Да в том, что ты Элвис Послушай, давай сначала выясним, кто ты такой Или что такое Эй, тут нечего выяснять Я высшее существо с планеты Мелмак Такой планеты нет Теперь нет Поэтому я и здесь Можно тебя потрогать? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Знакомиться с пришельцем из космоса. Послушай, не дури. Ну, зачем такому человеку, как Элвис, притворяться мёртвым? Ну, наверное, тебе захотелось опять стать простым парнем, жить в обычном городе, ездить на простых розовых кадиллаках. Но фанаты так тебя загнали, что ты не выдержал и купил себе билет в рок-н-ролльный рай. Вы, пришельцы, занимаетесь тем, что ищете мёртвых кумиров. Меня раздражает этот стереотип. У пришельцев много интересов. Мы сидим дома, едим, смотрим телевизор. Ты больше похож на Элвиса, чем я. Эй, эй, ты бы лучше звякнул Энни Маргарет и вызвал её сюда. Минуточку, я только слетаю в Грейсланд и заберу свой Ролодекс. Эй, кто бы это ни был, не говори им, что я здесь, только если они меня и так знают. Но ты-то не знаешь, кто меня знает. Правда, можно придумать пароль. Может, я всё-таки открою дверь? Ладно, валяй. Здравствуйте, мэм. Здравствуйте. Мы с вами ещё не знакомы. Я Ракеля Хмонек, ваша соседка. А, точно. Я не узнал вас без бинокля. Я принесла вам жаркое по рецепту Сильвестра Сталлоне. Очень мило с вашей стороны. Если хотите, я вам его разогрею. Это очень быстро. Не беспокойтесь, мэм. Я уже пообедал. Знаю. Тогда я вам его поставлю в холодильник. Сказать по правде, мэм, вы пришли в довольно деликатный для меня момент. Как это? Я не совсем один. Вы понимаете, куда я клоню? Правда? Ну, я не видела, чтобы к вам в дом кто-нибудь заходил. Так вы не обидитесь, если я не приглашу вас войти? Конечно, нет. Слушайте записи Элвиса. Перед его голосом не устоит ни одна девушка. Знаю. Ну и про Нэр, это Ракел. Я чихнуть не успею, как она уже бежит с носовым платком. Вот и доказательства. Элвис тоже не успевал чихнуть, как к нему бежали с носовым платком. Альф, ты меня достал с этим Элвисом. Я тебе докажу, что я не он. Моя крошка ушла от меня. Я нашел себе новый дом. Дом на улице одиночества. Отель разбитых сердец. Конечно, твоя крошка ушла. Кто же выдержит такое пение? Вытье на луну. А, теперь убедился, что я не Элвис? Тебе надо упражняться побольше. Ты ведь так давно умер. Я бы и сам рад оказаться Элвисом, но я всего лишь шофер из Тьюпило. Больше меня с королем рок-н-ролла ничего не связывает. Но в душе-то я знаю, что ты Элвис. Конечно, ты Элвис. Ты Элвис. Конечно. Ты Элвис. Элвис, не Кларенс. Альф! А? А? Где король? У нас нет короля. Здесь Америка. Я имею в виду Элвиса. Я только что с ним говорил. Ты спал. А твоему мне только приснилось, что Элвис был жив? Нет, он был жив. До того, как умер. Не шути над бедным пришельцем. Альф, мама зовет обедать. Отлично. Я здорово проголодался. Но знаете, что меня больше всего убедило в том, что он Элвис? Что? Он заявил, я не Элвис. Ну, кто кроме Элвиса сказал бы такое? Почти каждый. Я больше не могу ждать, Кейт. Пойду к нему и добуду последнее доказательство. Альф! Давай представим на минутку, только на минутку, что Аарон Кинг это Элвис Пресли. Как, по-твоему, чего бы он от тебя хотел? Чтобы я оставил его в покое? Лучше. Не стал бы навязываться? Хорошо. И заказал бы полный набор памятных обувных колодок Элвис. Неправильно. Кейт? Чао. Пока. Привет, Ракель. Заходи. Кейт, ты не поверишь. Тут такое случилось. Аарон Кинг съехал среди ночи из дома. Как странно. Ничего странного. На самом деле, этот тип вовсе не тот, за кого себя выдает. Как? Ты тоже? Что? То есть, как это? Он всегда зашторил окна, не снимал темных очков, даже в пасмурную погоду. И я видела, как он погрузил в машину две или три гитары. Ракель, я знаю, что ты думаешь. Но он ведь давно умер. Я тоже так думала. Но запомни мои слова, Кейт. Этот наш сосед был не кто иной, как Бадди Холли. Господи, какая чушь. Всем известно, что Бадди Холли держит магазин рыболовного снаряжения в Фениксе. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok